Здравствуйте дорогие друзья! Вашему вниманию интереснейшая тема Владыка Эль Мория, карма и негатив. Почему процессы очищения настолько болезненны и неприятны для человеческой души? Этот вопрос требует для каждого человека достаточно емкого и четкого ответа, так как сознание большинства людей привыкло к тому, чтобы понимать ради чего происходят страдания, ради чего они испытывают дискомфорт и испытывают негативное состояние. В процессе деструктивных накоплений, в процессе высвобождения кармических задолженностей и в процессе разблокировки тех аспектов существа, которые были заточены внутри человека посредством наложения деструктивных программ и структур, которые навязываются с течением его жизни окружающим миром, его родственниками, родителями, социальными, государственными и жизненными условиями. Все эти условия, все эти ограничения накладывают впечаток не только в энергоструктуре человека, но и в физическом теле в виде клеточных блоков и памяти клеток, которое достаточно сложно обновляется и высвобождается для дальнейшего освобождения. В целом процесс высвобождения кармических задолженностей, лишение энерготела, физического тела деструктивных блоков, это процесс ядерной реакции. Когда ядро деструктивного формирования распадается на составные части и элементы и происходит выброс, как правило, большого количества тепла, и это может сопровождаться повышением давления, артериального давления или повышением температуры тела на маленький промежуток времени или длительный промежуток времени, в зависимости от той глубины процессов, которые происходят при этом выгорании. Когда человек лишается своих эмоциональных и психических блоков, он работает как трансформатор. В течение этой работы потребляется большое количество психической энергии. Вся иммунная система и все физическое состояние происходит в процессе мобилизации и после этого процесса и с течением этого процесса человек может наблюдать очень болезненные состояния или состояние, которое оценивается им как предсмертное или состояние, когда он не хочет жить, не хочет продолжать эту физическую жизнь или не понимает, зачем вообще существует его проявление. Когда физическая жизнь человека ограничивается блоками, деструктивными программами, родовыми проблемами и всем тем, что может мешать его развитию, он чувствует некую закованность и отсутствие свободы. Как только человек начинает работать с высвобождением этих пассивных формирований и как только он осознанно начинает обращать внимание на деструкцию, которая заложена в его энергополе, физическом теле, происходит процессы преображения, очищения всех его тел. Эти процессы, естественно, происходят в большинстве случаев достаточно болезненно и оцениваются умом человека как нечто неподобающее и то, что выводит всю систему из равновесия. Совет. Для того, чтобы пережить это состояние, необходимо принять в первую очередь то, что происходит с вами и принять это с полной уверенности в том, что временной промежуток, который понадобится на эту работу, он ограничен и с течением этого времени происходят самые нужные, самые важные моменты преображения. Как только вы переживаете это время, как только вы поймете, что больше не приходится страдать, больше не реагирует физическое тело и в принципе процесс преобразования и перестройки на данном этапе закончен. Вы обретете состояние нового потенциала сознания, потенциала разума и состояние прилива жизненных сил, прилива энтузиазма и готовности к тому, чтобы проявляться в этом мире. Дальше готовность к тому, чтобы преодолевать все новые и новые задачи и цели, которые перед вами вставит ваша программа души. Весь процесс преобразования человеческого существа говорит о том, что система человека устроена как накопитель, как хранитель памяти, хранитель энергии, хранитель информации. Если вы хотите перевести этот накопитель, этот банк на новый вибрационный уровень, то сначала необходимо освободиться от тех уже заложенных и накопленных потенциалов, которые вкладывались туда с течением текущей жизни или жизнью, которой приходилось проживать ранее. Как только высвобождаются заложенные потенциалы, как только открывается свободное место для втекания нового времени, новой информации, новой энергии, человек чувствует то самое наполнение и энтузиазм к дальнейшему проявлению собственной жизни. Когда новые вибрационные уровни и новые состояния сознания познаются человеческим существом, он может чувствовать себя достаточно неравновесно или достаточно неустойчиво. Но с течением времени, как только ваш банк, ваш накопитель поглотят все те потенциалы, которые предоставлены для вас в виде нового опыта и новой памяти, после того ваше существо будет работать, можно сказать, на новом программном обеспечении, которое позволит вам чувствовать новые грани, новые мерности, новые потенциалы окружающего пространства и того взаимодействия, которое вы производите с течением вашей жизни. Все это касается проживания физических проблем. Проблемы могут быть связаны с конкретным человеком или с конкретным аспектом вашей души, связаны с государством, с деньгами или социальной сферой. Все эти проблемы решаются достаточно просто, если человек осознает причины того, насколько важно это решение, насколько важно петля, которую необходимо разомкнуть, то после этого происходит момент квантового преображения всей ситуации и всего события, в которое попадает существо. Как только вы устремляете свое внимание на то негативное событие, которое является для вас раздражающим фактором, вы должны осознать причину того, почему именно этот раздражающий фактор втекает в вашу событийность. И как только вы поймете причины вашей реакции, вашего раздражения, это могут быть глубинные страхи, глубинные кармические непроработанные зажимы или те деструктивные программы, которые присутствуют в вашем поле. По спирали вниз вам необходимо спуститься до самой глубины этого чувства, страха или отторжения или неприятия и посмотреть им прямо в глаза. Посмотреть прямо в суть этого возникновения чувства или этого ощущения. Как только вы полностью в осознанном состоянии примете это положение вещей и поймете, что так оно бывает и так оно может проявляться, вы сможете идентифицировать ту самую проблему, от которой начинаются все ваши реакции, повторяющиеся циклы событий, приносящих деструктивный опыт. Для того, чтобы лишиться деструктивного проживания цикличности, которая повторяется из раза в раз в вашей жизни, необходимо выделить долю энергии осознанности и долю энергии разумности на это событие, на этот цикл, для того, чтобы он разомкнулся. Это значит, что нужно полностью, без отторжения и без сопротивления, вместить весь этот деструктив в свое поле. в свое сердце и в состоянии одухотворенности, в состоянии преображения своим божественным светом, осознать причины, осознать ответственность за все это происходящее с вами и осознать в первую очередь то положение опыта, которое всегда является для вас положительным в конечном итоге. все, что выворачивается для вас в виде проходящего опыта негативного, но в конечном итоге всегда обнуляется и всегда замыкается инструментом к вашей эволюции, к вашему преображению, поэтому не отодвигайте ваши проблемы, накопленные в физическом мире. Не лишайте себя возможности к развитию эволюции. Смотрите своим страхом, своим предубеждением и стереотипом прямо в глаза. Наберитесь мужества, для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Любой ценой, любым взаимодействием, иного характера или энергетического характера. Как только вы осознанно и стремительно возьмете ответственность за свою жизнь и за свой опыт, поверьте, в эту же минуту и в эту же секунду все ваше существо преобразится до состояния божественного начала. И все события, которые вам останутся до прожить, до работать, до пройти своим временным характером, они станут для вас достаточно полезными, достаточно осознанными и не приносящими столько негативной энергии, негативного отторжения. Весь негатив, который проявляется в вашем поле, это отображение внутренних проблем, внутренних темных сторон вашего существа, которые вы сами же не принимаете и не встраиваете их в свою осознанную часть. Как только вы осознаете все ваши внутренние темные уголки, как только вы принимаете свое существо таким, какое оно есть на самом деле, по закону отторжения, мир не предоставляет вам больше тех негативных событий, деструктивного опыта, который проходил с вами ранее, так как причина этого отображения устранена в вашем существе. Закон отображения распространяется по всей Вселенной, по всему мирозданию. Как только сущность или разум сталкиваются с тем, что является для него антиподом или является для него раздражающим фактором, первое, что необходимо сделать, это найти источник этого раздражения в самом себе и источник реализации закона отображения во внешнем мире, внутри своего существа. Осветить свое существо целиком, возможно, всегда и всецело, так как сила духа наделена божественными возможностями всеобщего поглощения пространства, времени, энергии, информации, которая составляет ваше существо. Освещая своим внутренним сознанием каждую прожилку вашего существа, вы гарантируете, что неприятные, негативные сюрпризы внешнего мира будут сокращаться и во времени, и в потенциале, и в проживании. С благодарностью, Эль Мория. Субтитры создавал DimaTorzok